Приветствую вас, уважаемые друзья и зрители канала Александр Силахоби. Хочу поделиться с вами одним интересным и вкусным рецептом гречки по-деревенски, по-белорусски. Рецепт довольно прост, но по времени немного придется нам повозиться. Для приготовления нашей гречки по-деревенски нам понадобится 2 чашки заранее промытой гречки. Я буду использовать грибной фарш, но можно использовать просто отварные лесные грибы. 2 луковицы, 1 морковь и свинину. Свинину заранее также подготовил и порезал вот такие вот небольшие ломтики. Ну а теперь начнем собственно сам процесс и буду делиться с вами своим рецептом. Ну а теперь перебираемся к плите и начинаем готовить. Готовить я буду в Казани и на сковороде. Использую топленый свиной жир, никакого растительного масла. Дождались, когда жир растопится и теперь высыпаем в него гречку и обжариваем. Пока наша гречка обжаривается, подготавливаем Казан и также растапливаем наш свиной жир. Дождались, пока жир растопится и хорошо нагреется. И теперь добавляем или высыпаем в Казан наше мясо. И начинаем его хорошенько обжаривать. Расположим по стеночкам Казана и пусть мясо обжаривается. Пока обжаривается мясо, мы следим за гречкой и постоянно ее помешиваем. Если бы был Казан не такой большой, как у меня, можно было бы использовать еще одну сковородку. Тогда бы наш процесс приготовления был бы намного быстрее. Я бы отдельно обжаривал бы еще и грибы. Немного поразмыслив, друзья, я все-таки решил поставить еще одну сковороду. Хорошо, что до этого приобрел маленькую чугунную. И вообще, друзья, решил перейти полностью на чугунные сковородки. Мне они больше нравятся. Мне больше нравится, как в них выглядит приготовленная пища и больше нравится ее вкус. Но это лично мое мнение. Ну и теперь, собственно, в разогретое сало, в топленый жир, выкладываю наши грибы. Пока разбирался с грибами, наша гречка уже практически вся приготовилась, обжарилась. Я ее выключил и отставил в сковородке в сторону. А пока обжариваю хорошенько грибы. Пока готовилась наша гречка и грибы, не забывали помешивать наше мясо. Обжарив грибы, я теперь их выкладываю к мясу. Хорошенько грибы перемешаем с мясом. Об освободившейся сковороде будем обжаривать морковку и лук. Обжариваем теперь хорошенько наш лук. Все обжариваю только в топленом сале или в топленом жире с вином. И, как видите, ни грамма приправ. Приправы в этот раз я вообще не использую. С приправ буду использовать только одну соль. Вот наш лук и морковь поменяла цвет. Лучок пожелтел. Теперь можно выложить все в казан. Пока жарился лук, заранее подготовил горячую кипяченую воду. Кипяченая вода нам нужна именно горячая, друзья. Сейчас немножко обжарю еще лук, морковку с мясом и грибами. И будем, собственно, готовить уже нашу гречку. Разровнял площадку, какую я сделал своеобразную из мяса. И теперь высыпаем нашу гречку. Ее также хорошенько разравниваем. И добавляю, друзья, полторы столовых ложки соли. Соль добавляем по вкусу. Я потом попробую. Если вдруг соли будет не хватать, то я еще немного досолю. И теперь выливаем нашу горячую воду. Воды добавляю, чтобы подкрыть нашу гречку. И еще где-то, чтобы сверху было примерно палец. Ну, или один сантиметр воды. Теперь закрываю гречку крышкой. И оставляем на 15-16 минут. Прошло 7 минут. Открыл крышку, чтобы перемешать нашу гречку с мясом. Смотрю, наверное, перестарался с водой в этот раз. Сейчас я буквально пару минут лишнюю воду выпарю. И опять закрою крышку. Ну и вот, друзья, наконец-то наша гречка готова. Да, это заняло очень много времени. Как я и говорил, рецепт очень долгий. Временезатратный. Но это того стоит, друзья. Сейчас попробую. Попробую передать вам словами вкус этой гречки. Мясо мягенькое. Грибочки очень хорошо чувствуются. Лучок. Морковка. Это все потому, что нету приправ, друзья. Но если вы любите острое, то, конечно же, можете добавить приправы по своему вкусу. Но это уже тогда получится немного другое блюдо. А данное блюдо вот именно в таком сочетании. Без всяких приправ. Вот очень выразительно все чувствуется. Мне очень нравится. Рекомендую, друзья, попробовать и приготовить по моему рецепту. Я уверен, на 99% вам понравится. На этом видео буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...